Полезный город Кировской компании ботинки за 10 тысяч. То есть, если нам не могут предоставить то, что нам нужно, мы не обязаны соглашаться на что-то другое. Как нужно об этом сообщить продавцу из Инстаграма? Заявление какое-то послать? В соответствии с гражданскими кодексами, с законом защиты прав потребителей, покупатель, потребитель имеет право отказаться от договора, например, на оказание услуг, покупки какого-либо товара. В устной форме может все это заявить. Он им написал официальную группу ВКонтакте. Соответственно, стороны друг друга установили, то есть, что вот это продавец, это покупатель. Расписал, приложил, значит, банковские реквизиты. Но деньги получить не удалось, потребовался юрист, покупатель обратился к вам, а вы в суд. До судебной претензии писать не стали. Посчитав вот это волеизъявление, именно до судебной претензии. После 10 дней, если не удовлетворяет, в добровольном порядке требования, то есть идет неустойка 1% от суммы товара за каждый день. После двух судебных заседаний сумма 10 тысяч рублей превратилась в 30 с лишним тысяч рублей. Расскажите, как так получилось? Штраф 50% от суммы иска, плюс неустойка за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Также, значит, за пользование чужими денежными средствами 4,3 ставка от Центробанка. Также суд ему еще присудил все издержки при оплате юристу. Роман, решение суда, вот это половина дела. Деньги надо еще получить. В этом случае как было? Компания, то есть не дожидаясь получения нами исполнительности, то есть добровольно нам все эти деньги привела. Не оставляйте свои деньги продавцам. Знайте и защищайте свои права. Обращайтесь к юристу Роману Дудареву в поисковике в интернете, так и пишите. Юрист Роман Дударев находится сразу.